День рождения Мне кажется, что если этой работы не будет, то не будет никакой жизни. Ну, она, наверное, будет какая-то формальная. Просто действительно для меня это, наверное, моя душа. Душа, которая раскрывается, устает, плачет, радуется. Но она должна все время быть в тонусе. И она все время должна что-то такое делать. Нести людям радость, прививать любовь к прекрасному, вдохновлять. В Доме культуры Заречья чествовали лучших представителей сферы. В век цифровых технологий именно эти люди делают все для сохранения нашего культурного наследия. Это работа творческая, это очень интересная работа, это уникальная. Мы встречаемся с такими интересными людьми. Нас каждый день окружает творчество. Это от писателей до поэтов. Работники музеев и библиотек, театров и домов культуры, парков отдыха и культурно-досуговых организаций. Сегодня они в роли зрителей. Большой праздничный концерт для них двойная радость. В период карантинных ограничений работникам культурной сферы пришлось непросто. Тот формат, онлайн формат, в котором за время пандемии отработали сотрудники учреждений культуры, говорит о абсолютно нестандартном мышлении. Способности, способностью опережать любые препятствия, опережать время, смотреть вперед, заглядывать в будущее, ни в коем случае не разбрасываясь накопленным опытом. Это удивительное свойство сферы культуры. На сцене Дома культуры лучшие творческие коллективы Одинцовского округа. Эстрадно-симфонический оркестр, выступления артистов, вокалистов, музыкантов. Впечатляющий финал программы – выступления детского хора из 120 человек. Эти люди дарят нам мир, который мы хотим видеть, говорят гости праздника. В адрес виновников торжества – самые теплые пожелания и слова благодарности. Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда у нас были самыми креативными, самыми профессиональными, украшали наши серые будни. Желаю вам здоровья, счастья и любви. Самые добрые, самые светлые пожелания в их адрес, и, конечно, новых успехов, нового вдохновения, чтобы, вы знаете, чтобы мир наш был ярче, светлее, добрее. Поэтому им огромное спасибо, и, конечно, здоровья и благополучия их семьям. Для всех 2020 год был крайне сложным, но жизнь не стоит на месте. Уже в этом году в Одинцовском округе появится еще один прекрасный дом культуры. Сдать ИДК в горках десятых планируется уже в сентябре, на два месяца раньше установленного срока. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.